День с толком Надеялись до последнего. Российские паралимпийцы отстранены от участия в Зимней Паралимпиаде. Российские паралимпийцы отстранены от участия в Зимней Паралимпиаде в Пекине. Об этом стало известно несколько часов назад. Министр спорта края Алексей Перфилев высказался на эту тему довольно коротко. Оценил происходящее словом «плохо» и добавил, что победит добро. Вопрос только «когда». Любопытно, что еще накануне наша сборная была допущена к Паралимпиаде. Мы думали, что именно паралимпийцы будут связующим звеном с миром, что мир не утерял своего разума. Оказывается, это не так. Спорт вне политики, расхожее мнение далеко не актуально. Сегодня мы видим именно то противостояние, которое началось не сегодня. Оно началось сразу практически после Паралимпиады и Олимпийских игр 2014 года. Также Ильиченко добавил, что от этого решения пострадают не только наша сборная, но и весь Паралимпийский комитет. А еще, что российские зимние спортсмены с 2006 года не проигрывали ни одну Паралимпиаду. К слову, кроме России к играм не допущена и Беларусь. Как звучит официальная информация, чтобы в Олимпийской деревне не создавать напряженную ситуацию? Уже несколько дней из разных уголков мира приходят сигналы о появлении или росте русофобских настроений. Где-то, судя по источникам в соцсетях, русских не пускают в рестораны, где-то просят исключить общение на русском языке. К слову, проявляется это главным образом в англоговорящих странах. Моя коллега Анастасия Дороган пообщалась с нашими за границей и узнала, изменилось ли отношение из-за конфликта на Украине к россиянам, которые сейчас живут или учатся в Европе. Отражается на всех некоторым студентам, которые поступили в университеты Евросоюза, приходят письма об отчислении, даже если с успеваемостью или проходным баллом человека все в порядке. Однако эксперты отмечают, что о повальной русофобии говорить все же нельзя. Это Карина, она живет в Германии. Недавно поделилась в стори с ответом немецкого университета студентки из России. И кажется, все не так уж плохо. Я беспокоюсь о благополучии всех людей. Будучи студентом из Российской Федерации, вы, вероятно, беспокоитесь о своей семье и друзьях. Такие ценности, как демократия и право народов на самоопределение, будут так же важны для вас, как и для меня. Дармштадтский университет выступает за космополитизм и международную ориентацию в учебе, преподавании и исследованиях. Жители Англии тоже живут в повестке, но по наблюдению экспертов, люди понимают, что всех под одну гребенку грести не стоит. Оксана говорит, что жители этой страны очень толерантны с одной стороны, а с другой подавляющее большинство местных не способны идентифицировать русский язык на слух, если они хотят выразить свою позицию. С рождебными настроениями она не сталкивалась. Единственное, что растет, конечно, внутреннее напряжение, потому что ты уже так внимательно за всеми следишь. Ага, сосед утром не поздоровался, наверное, там вот опять BBC смотрел. Или там, ой, кажется, там посмотрели на меня как-то не так. Но это все пока больше накручивание, объективно все хорошо. Однако девушка не исключает, что ситуация может ухудшаться, потому что британские СМИ не на стороне России. Сложнее теперь улететь домой в экстренном случае, а что касается накоплений в рублях, то они сильно обесценились. А вот другая страна. Сейчас группа немцев-туристов находится в Карелии. Высказать нам свое мнение иностранцы не захотели. По словам их экскурсовода, ситуация довольно напряженная, но по другой причине. Все боятся возможной всеобщей войны, повторения Второй мировой войны. Об этом говорят или молчат, но это читается между строк. Какого-то напряжения между мной как русским и ими как немцами нет. И никакого неприязненного отношения только нет. И лечь исключительно о политике. Причем эту тему стараются вообще не поднимать. Мы не будем нагнетать обстановку и говорить, что к некоторым русским или россиянам за границей относятся недружелюбно. Перекосы есть везде и всегда. Лишь напоминаем, что люди больше переживают, чем действительно враждебно настроены. Барнаул остался без Европы. Пользователи социальных сетей сегодня активно обсуждали, что торговый центр Европа лишился названия. Горожане были уверены, что буквы сняли в патриотических целях в ответ на зарубежные санкции. Так ли это, выясняла Валентина Аскерова. С магазина снимают буквы Европа. Демонтировать буквы с торгового центра начались сегодня днем. Пользователи соцсетей и просто горожане на улице увидели в этом символический подтекст. Мол, название ТРЦ меняют на более патриотическое в ответ на санкции. Пусть теперь будет Корея, они нам хоть бытовую технику поставлять будут. Уже не Европа, Азия. Предлагаем Сибирь. Мои предположения, что за место Европы будет написано Россия. Не знаю. Россия. Наверное, вывески новые. Кто-то еще? Магазины новые. Устарело все, надо делать все. Но часть горожан все же высказали мысль, что руководство ТРЦ просто меняет дизайн. Эту информацию нам подтвердили как рабочие, так и сотрудники магазина. А здесь что происходит? Монтаж. А почему? Ну, потому что будет красивая Европа у нас. То есть название не меняется? Нет. Вроде нет. Замечательно будет выглядеть, не скажу пока. Но проект видел, будет здорово. Обновленные буквы с подсветкой появятся уже через месяц. Ни с какими политическими событиями, в том числе и с массовыми санкциями, которые сегодня обрушились на Россию, это не связано, заявили представители торгового центра. Насколько преобразится визуальный облик торгового центра Европы, узнаем уже скоро. Жители надеются, что хоть какое-то напоминание о Европе все же сохранится в городе. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. Шведский магазин одежды H&M сегодня не открылся в Барнауле. Руководство приняло решение временно приостановить все продажи в России, в том числе и в интернет-магазинах. Причина – санкции из-за событий на Украине. Напомним, в Барнауле до сегодняшнего дня работало три магазина H&M. Когда они откроются и откроются ли вообще, пока непонятно. Также неизвестно, что будет с сотрудниками. Отметим, что буквально вчера стало известно, что на фоне спецоперации корпорация Apple прекратила экспорт и продажу своих товаров на территории нашей страны. Недоступен покупателям и популярный интернет-магазин Asos. Тем временем в Барнауле прошла акция в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Ее участниками стали члены ветеранских организаций. Они провели митинг под лозунгом «Ветераны боевых действий своих не бросают» и возложили цветы к вечному огню у дома афганцев. Мы именно поддерживаем начинание президента. То, что он объявил, это прям, ну, если честно, то все ждали давно и долго, когда все это, кто на себя это возьмет. И вот, наконец-то, это случилось. Нужно отдать должное президенту, это очень смелый шаг. Но сегодня стало известно, что по статье о нарушении правил проведения митингов задержан один из организаторов. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на срок до 10 суток. Семья из Барнаула добилась операций для своего ребенка в США. Несмотря на обстановку в мире, в Америке готовы поставить на ноги 10-летнего Мишу с диагнозом ДЦП. Правда, есть одно «но». Родителям теперь нужно собрать более 4 миллионов рублей. Подробнее об этой истории расскажет Ирина Корчагина. Итак, 24 на 7. Мама Миши – настоящий герой. Массажи, бассейны, спецобувь, вертикализатор. ДЦП – это уже образ жизни для этой семьи. 10 лет подряд. В роддоме я уже обратила внимание на то, что те женщины, которые находились со мной в палате, им как бы привезли детей, и они уже там, ну, в общем, с ними на третий день уехали. А я приходила в себя, и мне уже третий день не приводят ребенка. Тогда я начала думать, что-то не так. Сегодня Миша умеет читать и писать, ходит в школу. Ему 10 лет, он становится подростком, и это проблема. Кости растут, а мышцы не успевают за ними. Конечности сворачивает. Ребенок становится заложником своего же тела. Но у Миши еще есть шанс на счастливую жизнь. В США мальчику готовы сделать операцию на позвоночнике, которая раз и навсегда решит проблему нижних конечностей. Ну, подними ножку, допустим. Ножку подними. Подними. Вот, видите, насколько возможно. У них же нет возможности, как у нас, поднимать широко, делать движение. Это то, что им мешает для ходьбы. Соответственно, сделав эту операцию, мы расслабляем нижние конечности, и все. Он начинает чувствовать свои ножки, то есть он может по ступенькам двигаться. Он начинает больше двигаться. Подобными операциями в Америке занимается один нейрохирург. За его плечами более 5000 успешных операций. Только теперь семье Миши нужно собрать 4 миллиона 300 тысяч рублей. В феврале Лидия открыла сбор. Впервые за 10 лет. Уже собрано полмиллиона. Если бы, по сути, 40 тысяч людей скинулись бы по 100 рублей, мы вообще бы закрыли эту сумму. Но у меня, к сожалению, нет этих 40 тысяч людей ни в подписчиках, нигде. Несмотря на сложные отношения между Россией и США, Миши готовы провести операцию. Помочь этому парню стать самостоятельным можно любой посильной помощью. Оставаться человеком и помогать друг другу может быть единственное, что сейчас мы можем сделать. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Новый православный храм появится в Барнауле. Он будет находиться на конечной остановке автобусов на улице Шумакова. Примечательно, что место для прихожан будет адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности в нашем сюжете. Осенью был освящен закладной кресло, закладной камень для подстроительства храма. И огорожена немного территория, чтобы понять людям, что вот здесь будет строиться православный храм. А пока здесь конечная остановка автобусов. В строительство храма иконы Божьей Матери жители улицы Шумакова смогут наблюдать уже в апреле, рассказывает отец Константин. К слову, и возводят этот объект для них, так сказать, храм в шаговой доступности. Сам храм будет находиться по проекту примерно вот в этом месте, где мы сейчас стоим. Общая территория, она разделена нами на две части, потому что на одной части нашей земли сейчас разворот автобусов. И мы пошли на уступки, конечно же, для того, чтобы водители могли спокойно сходить покушать и так далее. То есть друг другу мы мешать не будем. По проекту, который новоалтайские архитекторы представили на градостроительном совете, здание будет одноэтажным. Из белого кирпича с зеленой металлической кровлей и тремя куполами. В храме площадью 36 квадратных метров смогут находиться до 50 человек. В целом, по словам архитекторов, ничего нового для Барнаула. Но примечательно, что при храме будет пандус, что большая редкость для краевой столицы, замечает барнаулец Вячеслав Кайгородов. У человека, независимо от его конфессиональной принадлежности, обязательно должна быть дорога к храму. И хорошо, если эта дорога, скажем так, доступна, открыта, еще раз подчеркну, независимо от того, посещает ли человек синагогу, мечеть, храм или еще какие-то учреждения. Говоря о доступной среде, нередко разговор ограничивается только пандусом, замечает общественник. Но неплохо бы ввести новшества для людей и с другими недугами. Условно говоря, на какие-то, может, большие праздники, религиозные праздники, было бы, например, уместно прибегать к службам сурдоперевода. Чтобы какие-то отрывки хотя бы из служб были переведены для неслышащих людей. Но все это пока рассуждения, в том числе и появление при храме воскресной школы. Тем временем возвести само здание планируют в течение полутора-двух лет. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Жители Новоалтайска сейчас больше всего боятся весны. С первыми лучами солнца разбитая улица превращается в водоем. Пешеходы тонут, у машин отрываются запчасти. Жители уже неоднократно просили власти отремонтировать дорогу, но в ответ слышали лишь одни обещания. Что чиновники пообещали нашей съемочной группе, расскажет Валентина Аскерова. В ямах выбоенных и колдобинах автомобилисты оставляют колеса, разбивают подвеску. Дорожный аттракцион почти всегда заканчивается ремонтом. Транспорт не ломается вот по такой дороге? Да, же весор, любые наконечники, все ломается. Конечно, каждые два месяца ремонтируют мне машину. Машину я вот недавно ходолочку перетрес, это засада, а не дорога. Полностью, сколько здесь живу уже, 15-й год, и дороги здесь нет. Сколько вам обходится из-за такой дороги? Ну, в этот раз я обошел, мне 18 рублей, 18 тысяч. Страдают не только автомобилисты, но и пешеходы. Весной улица Майска превращается в один сплошной бассейн. Лужи, грязь, тротуаров нету, никаких обочин. Сюда машины едут, обливают, дети бегут в школу, идут. Так что такие пироги. Жители Новолтайска с ужасом ждут потепления. И десятилетиями просят власти отремонтировать разбитый переулок. А дети вот со школы и в школу идут вот по этим лужам. Очень опасно. И у нас же, во-первых, когда-то нам обещали сделать эти самые, ну, дорожки рядом. И так это, еще дети у меня уже учились в школе. У меня уже дети давно закончили школу. И все это до сих пор это самое. Улица Майская проходит по старинному микрорайону Новолтайска-Чесноковки. Как удалось выяснить, проблемную улицу все-таки отремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Но лишь в следующем году жители просят чиновников перенести ремонт на этот год. Тем более, что у города нынче 80-летний юбилей. А история Новолтайска берет свое начало с Чесноковки. Был присвоен статус города, рабочему поселку Чесноковка в 1942 году. И только через 20 лет в 62-м году 20-го века он был переименован в Новолтайск. И считаю, чтобы администрация города сделала подарок для жителей Чесноковки в юбилейный год города Новолтайска дорогу. Оказалось, сделать подарок к юбилею власти не могут. На это есть веские причины. Надо заниматься очень серьезным водоотведением. И водоотведением так, чтобы потом полотно дороги не разрушалось. Это связано с тем, что мы не могли включить данную улицу, скажем, предыдущие, там, 21-20-й год, потому что она бы забрала практически весь объем финансирования на этот проект. В 2023 году капитальный ремонт улицы Майская будет флагманским проектом. Эти цели направят порядка 80 миллионов рублей. Помимо нового дорожного полотна, вдоль протяженной улицы, наконец, появятся тротуары. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И вновь к спортивным новостям. На этот раз не международного масштаба. Небольшая загадка. В него играют с клюшкой, но это не хоккей. Есть мяч, но это не футбол. Так вот, речь о спортивном направлении, которое родилось в далеком 1958 году. Новый вид спорта для нас – флорбол. Это хоккей с мячом в спортзале. Подробнее расскажет Дмитрий Дроздов. Если вы любите играть в хоккей, но не умеете стоять на коньках, то этот сюжет специально для вас. Сегодня ознакомимся и играем в флорбол. Флорбол – это хоккей с мячом в спортзале. Впервые игра появилась в 1958 году в США, а позже и в Швеции. Именно Скандинавы считаются родиной флорбола. Сейчас в него играет более 60 стран. В Алтайском крае хоккей с мячом в спортзале появился в 2009 году. Есть даже федерация флорбола и собственная команда. Парни участвуют в разных турнирах и показывают себя весьма неплохо. Как мы видим, клюшка для хоккея намного тяжелее, чем флорбольная. Артем, расскажи нам про основную экипировку для игры флорбол. Для флорбола вам понадобится клюшка. Она немного другая, нежели чем в хоккее. Она более легкая, то есть вы можете видеть, что она короче, чем хоккейная. Если обратить внимание на перо, оно с дырочками. Перо у нас идет на правую сторону, также есть клюшки с пером на левую сторону. Поэтому кому как удобнее, тот выбирает клюшку по себе. Для занятий флорболом вам понадобится футболка, шорты, клюшка, кроссовки и желание. Игра состоит из трех периодов. Команда включает пять полевых игроков и голкипера. Контролировать мяч можно только клюшкой, ногой только останавливать. Но нельзя наносить удары по воротам. В целом правила очень схожи с классическим хоккеем с шайбой. Хотя есть и отличия. Во флорболе запрещена активная силовая борьба. Нельзя играть рукой, нельзя играть головой, нельзя прыгать и открыто бить по клюшке. Поднимать клюшку, бить по клюшке. А так в целом правила очень схожи. То есть также можно играть в пас, бросать, бросать щелчком, бросать кистевым броском. Флорбол – очень энергозатратный вид спорта. Сыграв один период, можно выжимать футболку. А если вы сомневаетесь в этом, то добро пожаловать на тренировку. Попробовать себя в этом виде спорта может любой желающий. Главное не забудьте взять спортивную форму и, конечно, желание. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции – 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...